Продолжение следует... И, конечно, за 20 минут выступления даже бегло, так сказать, рассказать о новых данных, которые по каждой из этих частей, так сказать, да, этой круговой диаграммы появились, не представляется возможным. Поэтому я сразу скажу, что попытаюсь остановиться, ну, немножко не на своей области, да, на области генетиков, на мутационной нагрузке. И попытаюсь представить взгляд патолога на этот фактор, на его, так сказать, место и роль. Может быть, со стороны какие-то критические замечания делать проще, чем изнутри. Но в целом хотел бы сказать, что, конечно, предикторов достаточно много, и все зависит от тканевого контекста. Потому что одни предикторы эффективнее бывают в одних ситуациях, да, другие в других. И вот здесь, если вы посмотрите на этот слайд в совокупности, то у нас выделяются как бы такие два типа ключевых факторов. Первый тип – это те факторы, которые исходно возникают в опухоли. Ну, например, исходно вирусная ассоциация рака, да. То есть это какое-то очень раннее событие, которое запускает канцерогенез, там, вирус папиллома человека, например, или участие в опухоли вируса Пштейнбара. И, в общем-то, вирусные антигены сохраняются. Они постоянно стимулируют теклеточный ответ, который, в общем-то, во многом осуществляется теми же самыми эффекторами, что и противоопухолевый. И здесь, даже если вирус не играет какого-то существенной роли в патогенезе опухоли, то вообще наличие персистирующей инфекции, оно все равно делает опухоли иммунной, горячей, да, видимой для иммунной системы. И в том числе, так сказать, помогает формироваться противоопухоли иммунного ответа. Мутационная нагрузка, она из этого же класса явлений, то есть это исходные несинонимичные мутации, которые приводят к формированию неоантигенов. На самом деле это далеко не всегда так, и, пожалуй, единственная такая достоверная история, где связь между мутациями и большим количеством неоантигенов, ну, железобетонно существует, это микростолитная нестабильность и нарушения в генах полимераза эпсилон. Остальные все вещи, они куда более дискуссионны, и далеко не всегда точковые мутации приводят к формированию неоантигенов, даже несинонимичные. И существует огромное количество систем защиты, которые делают невидимыми для иммунной системы белки даже с единичными аминокислотными заменами. Это, в общем, все мы прекрасно знаем. Вот, поэтому здесь нет прямой связи. И из-за этого мы не можем использовать только вот эти вот первичные факторы как предикторы, потому что достаточно долгий путь от нарушений в геноме до фенотипических проявлений и реализации иммунного ответа на неоантигены, даже тогда, когда они физически в цитоплазме опухолевой клетки формируются. Поэтому нам нужен и второй класс факторов – это факторы эффекторного механизма, что на самом деле мы должны быть абсолютно убеждены, что иммунная система распознала эту опухоль как чужеродную, что все первичные генетические факторы сработали, и, что называется, иммунная система явилась на войну. И здесь факторов два класса – это PD-L1 и ряд, так сказать, молекул, которые участвуют в межклеточных взаимодействиях, ну и вообще наличие самих клеток, да, это CD3, CD8 или интерфероновые сигнатуры. И здесь все немножечко проще. Если в отношении исходных факторов, их множество, у нас мутационная нагрузка не может быть суррогатом, наличие вирусных антигенов и наоборот, то в отношении эффекторных все-таки пока что PD-L1 является ключевым, и добавление исследования цитотоксических противоопухолевых Т-лимфоцитов или интерфероновой сигнатуры, в общем-то, по результатам последних клинических исследований толком ничего не дало. Поэтому эту историю я разбирать совершенно не хочу, но она практически с точки зрения более-менее понятна. А мутационная нагрузка, она, конечно, вызывает массу интереса, и мне хотелось бы, так сказать, вот от каких-то старых первых исследований, ну, как сказать, старых, 2016 год, для этой темы это достаточно старая история, да, в нашей жизни, в общем, она довольно молодая, до вот того, что появилось в этом году, небольшую такую линию мне хотелось бы провести. Ну, первый такой исторический ключевой для меня слайд заключается в том, что если мы посмотрим факторы как бы первичные и вторичные, да, то есть мутационную нагрузку и экспрессию PD-L1, то мутационная нагрузка сама по себе не предсказывает для третьей, б-четвертой стадии немелкоклеточного рака легкого эффективность анти-PD-1 ингибиторов в монорежиме. Не предсказывает достаточно хорошо. И здесь два таких ключевых исследования, одно было опубликовано в интернете, ну, в онлайн-форме уже в 2016 году, второе, так сказать, в 2017, да, ну, бумажные публикации вот вышли в 2017-2018 годах, соответственно, которые как раз сравнивают эти два фактора. И мы видим, что там, где TMB-хай, да, левая, на монотерапии неволума против дотоксала, так сказать, во второй линии, известное достаточно исследование, где мало PD-L1, да, но много мутаций, 32% частота объективных ответов. То есть это, в общем, достаточно немного для монотерапии, но если мы добавим оба фактора, то становится 75. Но вы понимаете, да, что 75% объективных ответов, от реальных клинических ответов, там будет 95, если не 100. Просто далеко не всегда у больных с немелкоклеточным раком лёгкого в 3-й, 4-й стадии, да ещё и уже ко второй линии терапии существуют хорошо измеряемые очаги. У них, например, может существовать гидроторакс, да, опухолевый, там, опухолевый плеврит, точнее лучше правильно сказать, он неизмеряемый, и на фоне иммунотерапии, даже в монорежиме, соответственно, опухолевый плеврит может значительно уменьшиться, клиническое облегчение симптомов, но при этом в критерии резиста он не попадает, уж неизмеряемый очаг. Вот, и поэтому частота реальных клинических ответов может быть даже больше. Но насколько мало этих больных, у которых сложилось два фактора. Поэтому на самом деле, когда индустрия, да, фармакологические компании пытаются выделить какой-то один фактор как ключевой, из-за простоты экономической эффективности, PD-L1 еще как-то работает. А мутационная нагрузка, наоборот, из-за дороговизны, сложности выполнения, необходимости высоких технологий, и с НЖС, так сказать, существуют еще и проблемы себестоимости теста. Если мы, грубо говоря, всю планшетку, да, забиваем пациентами, то это одна себестоимость. Но если мы делаем больных в процессе реального поступления, то себестоимость может вырасти в 10 раз по реагентике, и она будет абсолютно неприемлемой, эту нагрузку не выдержит никакая система здравоохранения, да. Поэтому с определением мутационной нагрузки мы еще очень завязаны на централизацию выполнения теста только в высокопоточных лабораториях, часто которые вообще расположены за пределами Российской Федерации. То здесь, конечно, возникает вопрос, насколько, так сказать, мощны научные данные о ее пользе, и насколько продвижение этого метода вообще, так сказать, для практики важно, да. То есть какая ценность его будет? Мы все-таки можем пользоваться какими-то другими суррогатными факторами, или вот мы должны умереть, но обязательно этот метод каким-то образом ввести в рутинную практику. Вот для меня, как для практика, как заведующая совершенно практическим отделением, это самый такой главный ключевой вопрос. И, собственно, с 2016 года я постоянно ищу на него ответ, и, так сказать, вот мои наблюдения на эту тему. Значит, кроме того, хотелось бы дать еще одну ремарку. Вот эти данные, да, которые приведены здесь, они вообще о том, что мутационная нагрузка сама по себе, вот если мы на правый график тоже посмотрим, да, TMB high, PDL1 low, насколько маленький процент пациентов с длительным клиническим ответом. Фактически он почти аналогичен проценту пациентов, у которых вообще нет мутационной нагрузки, да, у которых она низкая. То есть этот фактор в ранних исследованиях мало что дает сам по себе. И вообще было высказано предположение, что они окажутся ли это фейком, что это, так сказать, неправильное направление человеческой мысли для метастатических больных и терапии, монотерапии, иммуно-онкологическими препаратами, так сказать, во второй и более линии. То есть микростритная стабильность, да, это очень мощный фактор, и там совершенно патогенез понятен. А здесь что мы видим, когда мы смотрим просто какое-то количество мутаций на миллион пар оснований, на мегабазу. И, возможно, были две ситуации исходно, предполагалось. До, по крайней мере, 2020 года активно обсуждалась первая ситуация. Это когда на самом деле опухоль, все свои мутации, в результате воздействия факторов окружающей среды приобрела исходно. То есть курение или ультрафиолет, да, и мы так и привыкли смотреть на рак легкого курильщиков или на меланому. Огромное количество мутаций приобретено исходно. Клональная эволюция небольшая. Опухоль растет как пальма. Огромный ствол с драйверными мутациями или такими ведущими молекулярными нарушениями, которые во всех клетках. И небольшое количество веточек на вершине. Окей. И тогда мутационная нагрузка хороший предиктор. Но оказывается, что в этих опухолях в ряде существует огромное количество пациентов, у которых очень большая клональная гетерогенность. И как раз это характерно для третьей и четвертой стадии. Да, много отдаленных метастазов, клонально независимо друг от друга эволюционирующих. И в общем-то мутационная нагрузка на момент диагноза отражает не исходный мутационный статус, а то, что опухоль приобрела в результате клональной эволюции. И вот этот тест, количество мутаций на миллион пар оснований, он не может разделить эти две ситуации. Где исходные мутации мы видим, да, а где те, которые были приобреты в результате клональной эволюции. Какие последствия приобретения мутации в результате клональной эволюции? Это говорит о том, что она происходит очень быстро. И даже если мы нашими иммуно-онкологическими препаратами, антипеди-антипеди-Л1 ингибиторами, снимем шоры с глаз иммунной системы, она, грубо говоря, нападет на опухоль, то клональная эволюция Т-лимфоцитов будет отставать от клональной эволюции опухоли, и иммунотерапия окажется неэффективной. Поэтому вот эта вот такая агностическая мутационная нагрузка, да, которая просто некое число, так сказать, на число, да, количество мутаций на миллион пар оснований, она, в общем, вызывала у многих вопросы, у молекулярных генетиков нефейковый ли этот тест. Что внес 2020 год? Вот эти исследования, да, запомните фамилию авторов, так сказать, вот одно из известных, это Ризви. Оно было проанализировано китайцами в этом году, и они написали письмо в редакцию не очень известного журнала, но письмо было крайне интересным. Естественно, когда ты публикуешься в хорошем журнале, типа New York Medicine или Nature Medicine, то ты должен выложить данные о своих пациентах в открытом доступе, их может проанализировать кто угодно. Китайские онкологи перевели анализ и выяснили крайне интересный и важный момент. Они показали, что на самом деле в этих исследованиях с эффективностью иммунотерапии зависит от возраста. И основное расхождение в ПФС наблюдается у пациентов до 65 лет, а у возрастных пациентов в этих исследованиях не наблюдается существенного расхождения кривых выживания без прогрессирования. Вот это второй ключевой момент, который крайне ограничивает использование мутационной нагрузки в реальной клинической практике с моей точки зрения. То есть на самом деле мы прекрасно знаем, что с возрастом в нормальных тканях накапливаются мутации, и мутационная нагрузка в опухоли, особенно с низкими пороговыми значениями, типа 10 мутаций на миллион пар оснований, может на самом деле отражать возрастное накопление, а не накопление в результате повреждения канцерогенными факторами. Поэтому 2020 год принес дополнительное понимание, что мутационная нагрузка у больных третьей, четвертой стадии может быть трех типов, возникшая исходно в результате курения или повреждения ультрафиолетом, либо возникшая в результате клональной гетерогенности, либо являющаяся следствием возрастного накопления мутаций в тканях, в которых возникает опухоль у пожилых пациентов. И это очень важная история. Но несмотря на это, в этом году, этот год, 17 июня, принес нам еще одно интересное событие. FDA зарегистрировал применение пембролизумаба, это антипедиодин-ингибитор, производство компании МЕРК, независимо от каневого типа, для опухолей, у которых больше 10 мутаций на миллион пар оснований. Конечно, это, я считаю, что катастрофа. Для онкологии очень хорошо, что это не спонсируемый симпозиум, на котором я сейчас выступаю, я могу это, в общем, открыть свое мнение, сказать. Выбран очень низкий порог, 10 мутаций на миллион пар оснований. Он как раз, так сказать, великолепно захватывает и возрастных, и клональную гетерогенность и так далее. И мне стало крайне интересно, с учетом всех этих факторов, а как вообще в клиническом исследовании, в кейноте 158-м, удалось получить какое-то расхождение хотя бы каких-то кривых. И я решил проанализировать пациентов, которые были взяты в это исследование. И что мы видим? Что очень интересно сравнить группу, где высокая мутационная нагрузка и где, соответственно, низкая. Посмотрите, какими больными была обогащена группа, где было мало мутаций. Рак щитовидной железы великолепно, большинство ассоциировано с транслокациями. Мы и так знаем, что мутаций там мало. Рак слюной железы, та же самая история. Это транслокация, ассоциированные опухоли. В них очень низкая мутационная нагрузка сама по себе. Нейроэндокрин опухоли, грубо говоря, карциноиды. Та же самая история. Мезотелиома, фактор окружающей среды типа асбеста и так далее. Механический фактор воспаления. Там крайне мало мутаций. И мы и так уже знаем из предыдущих исследований, что у этих опухолей крайне низкая чувствительность к иммуно-онкологическим препаратам. Какими опухолями была обогащена группа с высокой мутационной нагрузкой? Рак шейки матки, где это работает. Рак эндометрия, довольно большое количество больных с микроэкстелетной нестабильностью. Мелкоклеточный рак легкого курильщиков. То есть на самом деле рандомизация качественная проведена не была. Это, в общем, катастрофическое исследование. Каким образом можно было принять вывод о том, что мутационная нагрузка является агностическая относительно тканевой гистологической принадлежности опухоли, если группы были настолько неравномерные между собой, так сказать, да, вот группы с мутационной нагрузкой, высокой и без нее. Ну и, конечно же, если мы посмотрим на замечательные результаты, так сказать, да, авторы исследования сказали, но окей, если у нас все-таки вот в этих красных группах есть мутационная нагрузка, да, то там хорошая эффективность иммуно-онкологических препаратов. Посмотрите на количество пациентов. У них было два из пяти карциноидов, так сказать, с высокой мутационной нагрузкой, да, которые ответили. То есть у них было всего пять карциноидов с большим количеством мутаций. Одна мезотелиома, два рака щитовидной железы, три рака слюной железы, против, так сказать, десятков опухолей без нее. То есть на самом деле аргументом это не является. Нужно тщательно гистологически посмотреть, а что это были за опухоли. Среди нейроэндокринных опухолей это может быть суперкарциноид, то, что сейчас называется, да, это немножечко другая история, который ошибочно патологам был отнесен по старой классификации, когда набирались больные к атипическому карциноиду. Среди рака щитовидной железы очень интересно посмотреть, что это была за единичная опухоль. Может еще оказаться, что метастаз плоскоклеточного рака головы и шеи в лимфатический узел внутриорганной, да. То есть на самом деле с этими историями надо тщательно разбираться и провести, так сказать, ретроспективный анализ. Потому что эти данные, например, у меня, как у патолога, который работает в практической медицине и прекрасно знает, как формируются патологоантомические заключения, никакого энтузиазма не вызывают. Ну и очень интересно посмотреть, так сказать, дискуссии о пороговых значениях. Вот у вас, к сожалению, самый главный ключевой слайд заслоняется в видео докладчиков. Попробуйте видео пока опустить ниже и посмотреть на графики в правом верхнем углу. Это фантастически интересные графики. Nature Medicine, Nature Genetics, прошлый год. Это Слаун Китеринг Кэнса Центр. В общем-то, ведущее онкологическое учреждение Америки опубликовали свои данные. И общий, так сказать, смысл этих данных заключается в том, что они посмотрели хоть невменяемое количество пациентов, кажется, больше полутора тысяч, там, 1600 с чем-то, на мутационную нагрузку своей панелью. Она тоже FDA-approved, эта панель. А также, как и Foundation Medicine в Америке, так сказать, ей пользуются активно. И они четко показали, что наибольшая эффективность иммуно-онкологических препаратов наблюдается у пациентов, которые находятся в диапазоне первых 20% по цифре мутационной нагрузки. То есть для каждой локализации Слаун Китеринг Кэнса Центр ставит свой порог отсечения по количеству мутаций на миллион пар оснований. Да? Еще раз. Для каждого гистологического типа должен существовать свой порог отсечения количество мутаций на миллион пар оснований. И как этот порог сформировать? 20% самых высоких цифр, да? Вот, так сказать, все, что ниже, это ниже порогового значения. Потому что, посмотрите на верхний график, так сказать, это топ, 10% по TMB. И синяя – самая лучшая общая выживаемость. Дальше с 10% до 20%, так сказать, похуже. И красная – это все остальные 80% по уровню мутационной нагрузки. И дальше, так сказать, да, они провели нижний график. Теперь нужно наверх переместить видео. Замечательную вещь, да, что у пациентов как раз где-то, вот если котов ставить по 19-20%, как раз, так сказать, выше 20% является пороговым значением, когда мутационная нагрузка как предиктор для иммунотерапии, важная фраза, мутационная нагрузка как предиктор для иммунотерапии начинает работать как переключатель он-офф. То есть тест приобретает свойства бимодального теста. Если выше – будет работать, ниже – не будет работать. А все, что до этого, да, то есть поглядите теперь на реальные цифры. У нас для пембролизумама 10 мутаций на миллион пар оснований стоит. Все, что ниже, так сказать, и 10% сюда же попадает – это непрерывная черта. То есть тест не работает как включатель-выключатель. И что мы видим по результатам кейноута 158-го? Так, я пытаюсь, можно следующий слайд переключиться? Мне нужна помощь, у меня не переключается. Техническая группа может помочь переключить меня на следующий слайд, на последний? Вот, значит, спасибо. Что мы видим? Мы видим совершенно замечательную историю, что не трансформировалась мутационная нагрузка с порогом в 10 мутаций на миллион пар оснований в общую выживаемость. То есть на самом деле по результатам кейноута 0.01, по результатам кейноута 158 была достигнута разница только в PFS. Двухлетняя, двухгодичная разница в общей выживаемости между больными с высокой и низкой мутационной нагрузкой не была достигнута. И я на самом деле считаю, что исследование провалилось. Почему? Потому что, кроме всего прочего, да, кроме всех тех вещей, о которых я сказал, группа с высокой мутационной нагрузкой в этом исследовании была обогащена PDL-позитивными пациентами, пациентами с микросателлитной нестабильностью и пациентами с хорошим перформанс-статусом, да, с ЭКОК-1-2. Например, в группе, где была низкая мутационная нагрузка, больных с ЭКОК-3 было в три раза больше, чем в группе, где высокая. И несмотря на все это, несмотря на эту колоссальную неравномерность, у нас, так сказать, общая выживаемость не была достигнута разницы в ней к двум годам. Это колоссальный провал. И при этом FDA регистрирует пембролизумаб, так сказать, как... Точнее, тест для мутационной нагрузки регистрирует как тканевоагностический тест для определения чувствительности опухоли к пембролизумабу. На самом деле, чудны дела твои, Господи, так сказать, колоссальный совершенно провал. И, конечно, мне очень бы не хотелось, чтобы в инструкции к российским препаратам эти данные попали и вынуждали бы наших онкологов искать способы тестирования мутационной нагрузки на основании этих данных и так далее, потому что все эти вещи не трансформируются в улучшение жизни пациентов. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.